В Симферополе поддержать Владимира Путина приходят сотни людей. Ставят подписи крымчане разных возрастов, активно принимают участие молодежь. На полуострове открылось 7 пунктов сбора подписей. В Симферополе, Керчи, Феодосии и в Патории. Ставлю за Путина подпись. Позиция, считаю, что альтернативы нет пока в России. Нам нравится. И мы хотим, чтобы он был президентом, потому что он знает, как навести порядок в стране. Кандидату в президенты Владимиру Путину необходима поддержка 300 тысяч человек. В этой точке ежедневно собираются 300-400 голосов. Поставить подпись пришли и лидеры крымско-татарского народа. Сегодня пришло очень много молодежи. И такое количество их участия говорит о том, что они не видят другого лидера в качестве кандидата в президенты, как Владимира Путина. И вот это взаимодополнение, взаимопроекновение разных поколений говорит о том, что мы действительно имеем дело с национальным лидером, которого поддерживают все слои населения. Для того, чтобы жить в обществе, в единстве, оставаясь при своем мнении, каждый должен сделать свой выбор. Реабилитация которой ждали 70 лет. Крымско-татарский язык признан на государственном уровне. Непрерывно ведется строительство соборной мечети, крупнейшей в Восточной Европе. Все это достигнуто благодаря действующему президенту, уверен Рустем Казаков. За столько лет видим, сколько он сделал хорошего, приятного и для крымских татар, и для полуострова Крыма. Это и мост построил, и школы достраиваются, которые были не построены до конца, и детские сады. Я обращаюсь к своему народу, прошу действовать обдуманно. Мы должны работать, быть интеллектуальными, стремиться к развитию, требовать развития. Крымчане будут впервые выбирать президента. Чтобы поставить подпись, достаточно иметь при себе только паспорт и обратиться в действующий пункт до 30 января. Лили Веджат и Дмитрий Низовой, телеканал Миллет.